Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. У нас турнир закончился и мы заберем свой приз. Сегодня, ребята, понедельник, поэтому давайте глянем, что нам выпадет. Да, я все-таки, ребята, остался в мастере, я, честно говоря, боялся, что меня скинут, потому что я был на 76 позиции и до конца, как говорится, турнира оставалось 4 часа. Я думал, за 4 часа меня скинут, но, как видим, нет, ребята. Мастер, одна звезда. Ну что же, давайте открывать с вами колоду и посмотрим. 8400 сюрикенов, как раз они сегодня нам пригодятся. Так, Донателла Космос, 40 ДНК. Так, 90 у нас золотых осколков и 55 платиновых. Это шикарно, забираем еще, ребята, и здесь реворд. А, слушай, ну это круто, мне нравится, как мы с вами начали, да? Так, у нас очень много сюрикенов, так что сейчас мы с вами будем кое-кого поднимать по рангу. Так, задания у меня все сделаны. В принципе, сегодня они нам не пригодятся. Так, осколки я разыграю потом. И давайте зайдем вот сюда, вот, ребята, в списочек, в списочек. Значит так, у нас, ребята, голоса поменялись довольно круто, между прочим. И за Ксевера голосовали, и за Макмана, серьезно вам говорю, и даже за Кейси Джонса. Даже было несколько голосов за Крипа. Говорят, он крутой, он тебе потом пригодится. Так что, ребятулечки, я, наверное, все-таки с вашего позволения поднимать буду по рангу Макмана. Да-да, именно Макмана, погнали. Ух, сейчас, ребята, он у нас получит золотой ранг. Да, ребята, он получает 4 золотые звезды. И это, я считаю, очень даже круто. Так, ну, играть мы им пока не будем, потому что он, ребята, слабенький. Мы зато, знаете, что можем? Мы зато можем на него теперь спокойненько искать недостающие ДНК, которые нам тоже пригодятся в дальнейшем. Ну, а теперь мы с вами, наверное, отправимся сразу на турнирную арену. Но вначале я хочу посмотреть, какие у нас будут испытания. А испытания у нас Лига Лео и Девичья Сила. Все очень круто. Ну что же, а сегодня мы посвятим серию именно турнирной арене. Потому что неделька только началась, ребята, и мы можем с вами довольно неплохо стартануть. Как вы помните, мы всегда это с вами делаем. Слава богу, сегодня никаких заданий у нас нету. И мы будем чистенько с вами сегодня проходить именно ареночку. Ничто нас не будет отвлекать. Так, что у нас тут? Бакстер, Пит и Карачка. В принципе, ребята, это легкий противник. Тем более, у него 15-й всего лишь уровень, как мы видим. 15-й. Так, давай-ка накроем. Нет? Донни, ну как же так? Почему у тебя не получилось? Ну что же, Микеланджело, я думаю... Да, Микеланджело справится. Ой, Пит, хорош, не пугай меня. С вами маленькими общейпанными крылышками. И давайте вот так вот сделаем. Уголок как раз бросим ей в лобишник. Бум. Все, ребята. Ну, вы сами понимаете, самое начало. Это все, конечно, тут будет легко и просто. Где-то, где-то, наверное, ближе к самурайчикам уже стоит поднапречься, я думаю. Так, ну что же, у нас сразу же воин 2 звезды. 86-я позиция. И мы с вами продолжаем нашу эпопею. Так, и возьмем-ка мы... Во, ребята, смотрите. Наш соотечественник Юсуп. Давайте его и будем брать. Так, кто у меня тут остался? Да у меня еще, вообще-то, ребята, очень много персонажей. И все почему-то 30-го уровня. Их надо, честно говоря, прокачивать. Но этих персонажей нет, ребята, у меня. Нет на них ДНК, чтобы их можно было бы апнуть. А хотелось бы, на самом деле. Ну что же, Эйприл, получи, но не упала. И это очень интересно. Давай-ка хвостом теперь шибанем и стрельнем. Это у нас, ребята, массовая атака, да, от Рокстри. Нет, не массовая, ребята, я попутал. Это у нас кролик Биба стреляет массовой атакой. Да-да-да, точно. Как же можно было это забыть? Ну что, Макман, Бакстер, господи, что я сегодня всех путаю? Ребят, видимо, с работы пришел. Еще, как говорится, не оклемался. Почему, в принципе, и видосик идет сегодня так поздно? Если бы был выходной, он бы уже вышел бы, поверьте мне, где-то в часик дня. А не, как говорится, в 12 часов ночи, ел-мое. Ну что же, давайте продолжим в бой. Мы, как говорится, в Лиге Войнов не поднялись с вами сейчас. Но ничего страшного. Так, и кто у нас тут? Есть Андрюха, есть Ерген. Хм. А давай возьмем, наверное, Андрюху. Хотя можно было и Ергена взять. Тут особой разницы, если честно говоря, нету. Так, ну-ка, где у нас Шинегами? Ребята, я буду ее называть Шинегами. Кто мне писал, что ее звать Шинегами? Ну, извините. Я, на самом деле, мультик этот не смотрел, сериал. Я смотрел только старый-старый добрый фильм. И вот этот современный фильм, Черепашке нельзя. Но Шинегами там, естественно, не было. Поэтому ничего не могу сказать. Но, как вы и сказали, зови ее Шинегами. Поэтому так оно и будет. Ну что же, неплохо мы с вами вырубили первого противника. Магман тут что-то выеживается. Но это ненадолго. И дальше у нас Кирби. Кирби, наверное, упадет. Смотри-ка, живучий. Мутантик наш. Так, мы в инвиз ушли. И пощечина. Все, ребята. Рокул похлопал в ладошке, естественно. Он очень рад, что он вышел и помог нам немножко продвинуться. Мы переходим с вами в Лигу Войнов на 3 звезды. А позицию нам дает 51. Шикарно идем. Хотелось бы, конечно, быстрее все это дело делать. Но мы не можем, ребята, прыгнуть выше головы. Так, что у нас здесь? Аутумн. Потом какой-то Франческо. И Ноу Нейм. Давайте, наверное, мы возьмем Франческо. И будем его потихонечку разбирать. У него, как видите, 20-21 уровень. Это максимальный. Вот как раз мы и будем. Слушай, подожди-ка. А разве у нас Бибоп Кролик стреляет? А не Рокстеди Кролик? Так, массовая атака. Короче, сейчас посмотрим заодно. По-моему, все-таки это у Рокстеди, да? Массовая атака, когда он бомбит. Сейчас мы это с вами, надеюсь, увидим. Так, будем убирать Донателла. В первую очередь, хилы нам здесь не нужны. Уничтожаем. Добиваем, так сказать. Ну, давай бомбанем нейтрализатора. Так, ребята, вот посмотрим сейчас. У него или не у него? Да, это все-таки не у Бибопа, а именно у Рокстеди. У него массовая атака. Так, ну что ж, добиваем. Вообще-то я... Ладно, фиг с ним. Раз пошли против Криса, будем против Криса. Так, ну что? Бак, Старсток, вон, пора тебе дуплиться маленечко. Да, ребята, все танцуют, все довольны. И, кстати, вы заметили, что какие-то небольшие проблески в графике, да? Когда у нас игроки показывают, у них какие-то глаза не совпадают с картинкой. То есть, белые какие-то провалы есть. Не знаю, с чем это связано, на самом деле. Но это периодически повторяется. Так, ребята, возьмем, наверное, мы с вами здесь... О, Гарик, смотрите. Гарика будем. Будем разбирать его сегодня. Так, и для этого нам понадобится кто? Пит, Леонардо Космос, Рафаэль и Рафаэль Космос. Так, 30 уровней, тут 25-й максимальный. Но не забываем, ребята, что у него есть хрип, а он встает в провокацию. То есть, мы можем здесь немножко подзастрять. Но я также сомневаюсь, что они смогут нас пробить, если честно. Так, уничтожим Кирби или нет? Нет, полздоровья отняли. Пит не справится с ним, это понятные дела. Так, а вот это у нас что я забыл? Так, воодушевление союзников. Не надо нам пока никакого воодушевления, на самом деле. Мы будем вот так бомбить. Так, ну-ка давай мечом сейчас, звезданем. Огромным таким вот. Хоба! Ну, неплохо, я вам скажу. Так, Макман выюживается, промахивается. Крип берет провокацию, ребята, на себя. Ты посмотри, а? Слушай, ну если они так будут мазать, конечно же, сейчас Крипычу не повезет. Давай, воодушевляться, короче. Так уж и быть. У нас защита повышенная, да? Ну, хотелось бы, если честно говоря, лучше бы была бы у нас повышенная атака. Ладно, фиксим. Перебьемся. Даже постепенно урон не повесили. Вот это интересно. Это, ребята, очень интересно. Ну-ка, добьешь Пит. Молодец, красавчик. Так, давайте теперь бомбанем из бластера. Минус Дони. И остается у нас здесь, ребята, Макман. Макман остается. Давай-ка мы его попробуем. Слабенько был прописан, как говорится, удар. Но, тем не менее, ребята, мы с вами прошли, и мы с вами продвигаемся дальше. Так. Перейдем. Должны, по идее, перейти. Наверное, да? Да, элита у нас уже две звезды. 96-я позиция. Опять же, ребята, повторю, придется нам сделать сейчас два боя. Это как минимум. Но для этого нам придется сразиться с максимальным набором кубков. А это у нас вот эти два персонажа. Джастин и Глиссип. Или Гуиссип. Не имеет значения, ребята. Давайте начнем, наверное, с Гуиссипа. Гуиссип. Так. И кого мы под него подберем? Ребята, смотрите, кстати, здесь уже опасно. Макман 29 уровня. Так же, как и Монда Гека и Эйприл. Шутки шутками. Но мы можем здесь с вами так встрять по-черному. Поэтому давайте-ка мы, наверное, возьмем... Давай вот так вот. Мы возьмем с вами этого Рокстеди для того, чтобы он встал в провокацию. И тогда его никто не пробьет. А мои ребята, я думаю, займутся этими шалупеньками. Думаю, что это будет самый оптимальный вариант. Давай, вначале, просто бомбанем по Леонардо. Тыч. Даже опять без постепенки. Ребята, почему постепенно урон не накладывается? Уже давно я не видел его. Вот. Берем с вами, короче, провокацию. Пускай он постоит. Я, правда, не помню, сколько на один ход. Вроде бы, да? Ну, я думаю, что этого будет нам достаточно. Они ускоренные. Так, по Леонардо. Давай-ка бросим баллончик. Кейси, не промахнись. Да что ж такое-то, а? Ребят, как-то кисло все, если честно. Посмотри-ка. У них здоровье, как у буйволов еще. А меня тут потихонечку начинают деребанить, как мы видим. Так, давай, наверное, бросим Саи. Так, минус Лео. Теперь, я думаю, что нужно нам, наверное, брать в расход Эйприл. Почему Эйприл? Потому что, ребята, она может подхилить. А нам разве нужно это? Нет, конечно же. Так, посмотрите. Рок, кстати, мой стоит. Причем довольно неплохо. Так, ну-ка давай задком. Оп. Не пробили. Давай-ка тогда шоком. Шокером бомбанем. Есть. Накрыли медом тазом. И давайте, я уже думаю, наверное, будем брать в расход Монда Гека. Потому что он нам здесь точно не нужен. Ну, вот так вот. Так, следующий, наверное, будет у нас Донателло. Если что, ребят, мы сможем с вами отхилиться в любую секунду. Потому что у нас Микеланджело хиллер. Ну-ка давай еще разок. Вот так. Оп. Отлично. Так, клюшкой получи. Добили. И остается у нас Макман. Ну что же, с Макман, я думаю, тоже будет разговор здесь короткий. Рафаэль, а почему ты вообще не нанес ему урона практически, ребят? Странно. Так, начинаются топотульки, да? Я так понимаю. Эй, хорош. Ну-ка. Смотри-ка. Кейси неплохо накрывает, да? Каждого, елки-палки, по клюшке. Ой, по голове клюшкой. Кстати, можно было бы его, конечно, перевести в золотой ранг. Но раз вы за Макмана там большинство проголосовали, я и поднял именно его. Так, ну что, я вам говорил, что нужно будет здесь два боя сделать. Для того, чтобы мы перешли на элиту три звезды. Так, и смотрите, уже, уже, смотрите, начинается 35-й и 36-й уровни. Это очень-очень подозрительно. Так, я, наверное, возьму Марию. Я возьму Марию. Слушай, ну мне надо будет взять еще кого-то сюда. Возьмем, наверное, с вами Усаги на всякий случай, да? И, черт подери, раз, два, три. Усаги. Это рискованно. Это очень рискованно, потому что они, получается, по уровню выше меня. Хм. Давай возьмем тогда еще Донателло с вами. Почему Донателло, ребята? Потому что у него массовая атака с сюрикенами. И я думаю, что мы, наверное, их можем расщекрыжить. Если тут, конечно, Микеланджело... Так, отлично. Бафаемся. Усаги нам в этом деле очень хорошо помогает. Потому что он делает защиту и может повесить контратаку. Контратаку он повесил именно на себя. Защита, видите, ребята, как нас выручает? Офигительно. Ну что ты тут барахтаешься? Так, кого нам ликвидировать первым? Ну, по идее, надо Пита. Ну, так же и Микеланджело, ребята. Он бафер. Он бафает, он усиляет команду. Тоже как бы не есть хорошо. Поехали. Посмотрим, как Донни справится. Слушай, ну неплохо он бомбанул. Главное, чтобы Пит... Тихо ты. Вот это ты зря парень сделал. Ха-ха. Но Усаги поднял свою потную ногу. Так, и я думаю, что пора с Питом завязывать. Все. Накрыли мы его. И теперь... Вот теперь, наверное, надо... Так, секунду. Давай, наверное, все-таки Микеланджело попробуем. Вот такой вот атакой. Прошьем или нет? Шух! Усаги просто великолепен, ребята. Оу, Карайка, ты напросилась. Ммм. А вот тут он как раз не смог добить. Ну-ка, Саблезуб. Сделаешь дело доброе? Да, он нас выручает, ребята. И... Так, прошьем. Нет. Вот Кейси Джонс, именно вот этот вот, да? Он почему-то слабенький. Вот тот наш, который с Шокером, он почему-то сильнее. Может быть, конечно, тут противник более-менее такой сильный. По сравнению с теми. Но как-то мне не нравится. У него удары какие-то липовые. Ну что же, мы переходим с вами на Элиту. Три звезды. Так, и у нас 42-я позиция. То есть мы с вами, да, скорее всего, перейдем на следующий ранг. Вот здесь вот хорошо. Смотрите, ребята. Нам дают вот Дмитрия. Дмитрий, кстати, мне уже попадается, наверное, четвертый раз за все это время. Почему-то он мне уже запомнился, елки-палки. Так, здесь у нас 35 уровней. Поэтому так же, ребята, шутковать не будем. Я возьму, наверное, Крысиного Короля сюда. И возьму Микеланджела. И вместе с ними, конечно же, вот этих вот слабеньких своих персонажей. 37-й даже уровень есть. Слушайте, тут уже далеко не до шуток, если честно. 37-й уровень против 30-го. Это пахнет жареным. Надеюсь, мы здесь не оплошаем с вами. Так, Микеланджело выдерживает. Давай попробуем вот так вот сделать. Массовая атака крысами. Ох, ёхки. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй. Ребята, отхилился гаденыши. Тихо, не надо трогать мне Донателло, пожалуйста. Так, что же у нас это? Так, увеличивает силу атаки на 60%. Ух. Так, ладно, давай усилим атаку на 60%, ребята. Это, я считаю, круто на самом деле. Подожди, я что-то не то почитал? Да ну. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Уничтожили мне Донателло Космос. Ты представляешь? А знаете, кто виноват в этом во всем? М? Бакстер. Муха. Почему именно он? Да потому что он, ребята, отхилил всю команду. Там оставалось-то расплюнуть, и все бы отдуплились. Но нет, он успел... Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, тут очень опасно. Тут у меня сейчас могут... Не только... Зачем я на крипа повесил провокацию? По-моему, зря я это сделал. Слушай, надо кого-то тут убрать. Убрать с полей боя. Я не знаю, прошьем мы Донателло. Ну-ка. У-у-у, да ему пофиг, ребята, абсолютно. А ну-ка, а так если? Постепенный урон, но он же не успеет его убить, так ведь? Ну-ка давай ладошкой. Так, надеюсь... Нет, я не спас, ребят. Я не спас, к сожалению, Макмана. Какого Макмана? Крипа, елки-палки. Я уже, ребята, все заговариваюсь. Я, видимо, уже уставший. Мне надо ложиться в люлю. Потому что завтра опять на работу. Конечно же, у нас был крип. Я все об этом Макману не думаю. Правильно я сделал, что перевел его в золотую рапу. Ну, я думаю, что правильно, ребят. Ну, иначе было бы нечестно, да? Что я бы... Вы проголосовали так, а я бы взял бы его и перевел бы... Не его, точнее, а там Кейси или еще кого-нибудь. Кого мне захотелось. Нет. Все по-честному. Сказали Макмана. Все, будет Макман. Так, ну что же, ребята. У нас здесь есть Максим. И я думаю, что мы, наверное, будем... Да. Разбираться именно с ним. Мне, конечно, было обидно за вот сейчас, который был бой. Очень-очень противно он был сыгран. С моей стороны вообще у меня нет слов. Потому что, на самом деле, я надеялся, что все-таки ребята у меня здесь справятся. Но оплашал. Поэтому надо будет все-таки брать команду три слабеньких. Одного суперсильного, да, предположим. И второго такого на поддержку штанов, так скажем. Вот видите, что получается? Что происходит? Так. Хиллер кто? Хиллеров больше здесь нету. Так. Минус. И у нас Леонарда. Оу. Не-не-не-не. Он так вот... Вот так, ребята, он может убить. Представляешь? Вот этим своим суперударом он может практически убить любого персонажа. Ну, кроме, конечно, Ваньки Стиранка и нашего Бибопа Кабана. Из остальных, да. Потому что они у меня 33 уровень. Ксевер 37-го и Макман 34-го. Опять же, нужно, ребята, их поднимать. Ну что же, наконец-то мы с вами добрались до самураев. Правда, пока одна звездочка. Я надеюсь, до трех звезд. Может быть, как-нибудь доковляем. В общем, все зависит от того, как пойдет у нас игра. И я буду брать, наверное, Хэрри. А, не Хэрри, а Гарри. Это, ребята, Гарри у нас. Так, ну что, Гарри у нас готов. И я возьму, пожалуй, Змейка Вьюна. Ух, Змейка Вьюна здесь будет одного, наверное, достаточно. Да, у меня персонажи намного круче. Хотя, опять же... Опять же рискуем. Ладно, фиг с ним. У Змейка Вьюна, как мы знаем, две массовые атаки. Потому что если он не добьет первой, то второй уж точно. Тем более, здесь у нас специлица есть, который тоже неплохо бомбит. Ну, проверим. Ух, Вэри Найс. Ну-ка, давай-ка, баллончик теперь бросим. Вообще ничего не сработало. Обидно. Так, минус Донателло. И у нас... Ну, что ты, что ты? По кому звезда нет? Ух, по Монда Гека. Ну, давай, пиццелица. Не забомбил. А ты, мутагеноид? Ну, хоть здесь он, ребята, хоть где-то у нас смог пройти. Обычно всегда мутагеноида варят. И он у нас все время валяется. И мы из-за этого фейлимся. Но здесь ему повезло, потому что он был в команде Змейка Вьюна. И мы с вами, ребята, в самураях две звезды. Это круто. Сразу вот так вот, хоп, с одной плюшки и перейти. Так, а вот здесь уже что у нас? Я думаю, что будем брать Стивена, да? Потому что у него две... Два бронзовых героя. Да, это будет для нас самый оптимал. Так, сороковый уровень здесь максимальный. Поэтому, я думаю, напрягаться сильно не стоит. Берем вот так вот всех по накатанной. Вот таким вот образом. Пять уровней разница. Думаю, что мы здесь справимся. Слэш. Тут у нас еще и Шреддер, да? Тут и Леонардо с массовой атакой. В общем, все должно зайти. Начнем с Микеланджело Космоса. Пускай он бомбит по всем. Это все из-за того, что, ребята, очень слабая прокачка скилла. Такой урон он нанес. Так, придурка вызвали. Вы заметили, что все время падает первым Крис Брэдфорд? Получается, он слабенький, ребята. И массовая атака от Леонардо. Хупс. Оу, не сработало почему-то. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, уберем отсюда Рафаэля. Нам хилы не нужны. Так, по кому? Как же он бомбит, ребята? Он сорокового уровня бомбанул по слэшу. И вы видите, да, какой он нанес урон. Довольно неплохой. И остается лишь добить этого хламончика маленького. Все, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Ну, кубки. Дают мало кубков нам, понимаете? А нам нужно больше, больше, понимаете? Мы как эти. Так, какая позиция? Была 98-я и становится 49-я. Слушай, самурая 3 звезды уже в кармане, по-моему. Даже, может быть, мы все с вами сможем залететь. Таким вот образом. Так, смотрите, ребята, по кубкам у нас вот. Вот Владимир, он довольно крут. Он самоуверенный. Я вижу по его лицу. И поэтому мы будем так же, ребята, делать. Мы возьмем вот этих ребятулик. И на этот раз я не буду рисковать слишком сильно. Я возьму Рокзара здесь. И думаю, что... Давайте. Бакстера Стокмана. Да, именно с ним мы должны здесь разрулить. Ух. Ну, погнали. Естественно, берем, ребята, провокацию на Рокзара. Ну, здесь, в принципе, без разницы, кто у нас будет бомбить. Хотя урон мы тоже наносим. Так, пошла волна и... Да. А, нет, ребята. Я думал, мы всех уроним. Но, как мы видим, Рокстеди выжил. Ненадолго, правда, он здесь задержался. И мы с вами переходим, я надеюсь, где-нибудь... На тридцатую, да? Да какая тридцатая? Самурай, три звезды, елки-палки. Тридцатая еще. Расусоливать мы здесь, как говорится, и будем, да еще? Ну что, ребятушки, давайте, наверное, мы с вами выберем. Давайте тогда возьмем... Так, а тут все наши, да? Иван, Назар, Глеб. Тогда давайте посмотрим по героям. Я думаю, что вот это вот самая слабая команда. Из всех. Я могу ошибаться, конечно. Я могу ошибаться, но я рискну. Я рискну именно с Глебом. Так, у него 43-44 уровень. Возьмем с вами Микеланджело. На уклонение будем его отделать. Возьмем вот этих, ребятулик. И тут-тут-тут-тут. Блин, кто же мне нужен-то здесь, а? По идее, массовик-затейник. Но у нас есть уклонение. Поэтому давай Криса возьмем. Все равно, ребята, от него, как говорится, большого толку нету. А лишняя защита для моих персонажей, я думаю, не помешает. Да? Во-первых, делаем уклонение. Это само-самое разумеющееся. Даже обсуждать не стоит. И теперь вот так вот делаем защиту. А дальше уже, конечно же, будем разбор полетов делать. Так, он тоже, ребята, не просто так сюда пришел. Естественно, укрепляет команду. И мы запускаем супер-атаку от Шреддера. Так, неплохо минусанули. Главное, чтобы Кирби не успел хильнуть. А он будет, наверное, это делать. И если мы ему не заблокируем. Не получилось. Так, Эйприл. У тебя, наверное, не выйдет тоже, да? Так, контратака, наверное... Ох ты, посмотри, что получается. Посмотри, что получается, ребят. Так, зря, конечно, Кирби это сделал. Очень зря, на самом деле. Так, контратака у нас на двоих. На троих даже. На троих распространяется. Блин. Давай попробуем, наверное, с вами накумарить Криса Брэдфорда. Так, и вторая атака. Ну, что тут еще выскочило мне? Сейчас, ребят, пройдет это все дело. Так, мы не добились с вами, да? Но вот Кирбиса надо уничтожать. Все. Чтобы он больше тут не выезжался. Здоровье у нас пока есть. Хил от Шреддера нам здесь не понадобится. Так, Микеланджело, конечно, тут бурагозит не по-дельски. Давайте-ка пробафаемся с вами чуть-чуть буквально, да? Каждому по заслугам. И можно... Нет, не буду я пока хиляться. Сейчас опять не захиляться, ребята. И кто-нибудь погибнет. Вот будет Абина. Нет, на Шреддера даже никто не тянет. Опа! Ребята, массовая атака. Массовая атака очень серьезная. Так, хорошо, что мы с вами выжили. Естественно, сразу же идем в отхил. Вот что-что, ребята? А вот атака именно у Рафаэля. Массовая, бомбическая просто. По-другому не называть. Ну что, уничтожаем, наверное, с вами Микеланджело. Все, шикарно. Можно, наверное, даже подхиляться. Можно, но не нужно. Скорее всего, мы здесь выстоим. Так, ну-ка, пробьешь? Нет, не пробил. А ты? Сплинтер, ну хорош. Давай Эйбрил. Господи, да что такое, а? Так, в кого летит? На Эйбрил, да? Так, а этот все не угомонится. Рафаэль все не угомонится. Но он по сплинтру звезданул. Ладно, добиваем тогда мы с вами Рафика. И уже начинаем разбирать Бибопа. Разбирать, конечно. Ну-ка, ты. Вот, неплохо сейчас пригвоздили. И добили. Слушай, ну вот здесь было, конечно, долго у нас баталия. И я думал, честно говоря, что Шредер может отдуплиться в любую секунду. Здоровица у него, конечно, хромает. Да и защита, я так понимаю, тоже, ребята, у него хромает. И уклонение как-то вот не так работает, как бы мне хотелось. Ребята, наверное, надо поднимать скилл у Микеланджело на уклонение. Чтобы мы с вами видели какой-то действительно эффект. Так, что у нас, ребята, Клаус. У него 45-й, 46-й уровень героев. Мы можем, мы можем с вами... Давай, наверное, попробуем вот такой компанией. У него, конечно, есть здесь и медный, и бронзовый, точнее, герой. Это, например, Хан. Но сейчас посмотрим, как у нас пойдет. Донателло надо, конечно же, вырубать как можно быстрее. Я, наверное... Не, давай крикнем просто. Вот, крик сделаем. Оу. Да нет, все хорошо. Все, ребята, мы здесь с вами справились. Я, честно говоря, немножко переживаю вот за этого вот оклабона. Пульверизатора, который все время выеживаться, выеживаться. Но тоже почему-то падает. И удары у него вообще никакие, на самом деле. Ёлки-палки, я думал, мы с вами перейдем. Нет, пока еще не вышло. Пока еще не вышло. Перейти нам в Сегны. И мы продолжаем. У нас, кстати, персонажей, ребята, все меньше, меньше и меньше. Это, по-моему, у нас последние. Последние. Нет, нет, еще не последние. Еще будет одна заходочка. Ну, а дальше все. Как говорится, приплыли. Все герои у нас закончатся. И на этом турнир можно будет смело закрывать. Так, ну что, давай сделаем бросочек. Ой-ой-ой, как красиво. Как шикарно. Вот эти вот мне не нравятся, поэтому я их уберу отсюда нафиг. Кидри и не фени. Так, Паукус, давай, бомби свою масуху. Хм, до Нателла выжил. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Оп, это новый, ребята, у нас суперудар, который мы с вами выучили, да? Да ладно. Ну-ка, вот так вот, хоп. Да, ребята, ну здесь все изи. Здесь потому что довольно-таки хорошие персонажи, особенно Зек со своей бомбочкой. Вы видели, как он подкоцал, бросив только одну бомбардировочку. Так, и да, ребята, я нас поздравляю. Мы с вами в Сегуне. Одна звезда, 69-я позиция. Мы в прошлый раз с вами до куда добрались? До Сегуна 2 звезды, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, потому что я это точно помню. Но вот единственное, что... Ну, персонажей у меня нету, к сожалению. Что, мне придется вот этих вот последних, ребята, забирать и... Погоди-ка. Нет. Ну да, все. Всеми. Вот сегодня, ребята, как ни странно, сыграли абсолютно все персонажи. Как-то странно. Ладно, здесь даже можно, ребята, с закрытыми глазами, потому что, ну, здесь емба, сами понимаете. Здесь железноголовый. Здесь сейчас одной вертушки от Леонарда будет достаточно, чтобы, наверное, они все упали. Проверим. Недостаточно оказалось. Ну да ладно. Сейчас мы их просто немножечко здесь разбомбим. Вручную, как говорится. Вот и все. И на этом, ребята, можно, в принципе, заканчивать серию, потому что, ну, на самом деле, надо отдыхать. Завтра рабочий день. Был бы сегодня выходной у меня, мы бы с вами засиделись бы. Мы бы еще пошли бы, наверное, и прошли каком-нибудь из испытаний. Испытаний у нас, как вы помните, да? Девичья сила и Лига Лео. А Лига Лео это что у нас? Мы будем с вами зарабатывать ДНК. ДНК на Лео это для меня хорошо, ребята. Потому что из всех персонажей прокачаны это только, естественно, самый-самый главный наш Леонардик. Остальных нужно еще подтягивать. Леонарда видения вообще у меня нету. Это же видение, по-моему, да? По-моему, да. Вот. Классики нету. Оригиналов нету. Космос. А, Леонарда Космос у меня еще есть. Но он на эпизоде седьмом. Вряд ли я до туда доберусь. Да и к тому же, ребята, знаете, что нет у меня порталов. Мне нужно копить. 250, да, чтобы купить 100 порталов. 250. Мне одного бакса не хватает. Но я думаю, что завтра я на него насобираю. Как раз там подведутся итоги. Заодно мы посмотрим, скинут ли меня с Сегунов или нет. Будем с вами закругляться. А я втихаря пойду понабиваю осколочки. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok